Тимофей Голоницкий 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 какие-то мелкие недоработки. Без этого никуда. Но обыватели этого никогда не увидят. Ломать, как говорится, не строить. Однако без первого иногда второе просто невозможно. Идут под снос не только стены, но и взгляды. Взгляды дизайнеров на реализацию проекта. Это обычные рабочие моменты. Дизайнеры не всегда могут оценить по первоначальному осмотру какие-то тонкости и нюансы в строительстве, которые вылазят после того, как приступили к демонтажной стадии. Обнаруживаются какие-то строительные нюансы, несущие конструкции, инженерные коммуникации, проведенные в здании, которые не позволяют что-то построить, так как нарисовано в проекте. Но все это не ново в строительстве. Каких-то конфликтов и споров в этом нет. Просто приходится вызывать дизайнера на место, показывать. Ну и, как правило, находится множество других вариантов и по креплению, и по исполнению каких-то элементов декора. Есть такая фраза, что сапоги должны делать сапожник. То есть у дизайнеров абсолютно их дизайнерская, творческая роль. Они, люди, отвечают за красоту. Наша роль непосредственно больше в исполнении все-таки, того, что они придумают. Мы, конечно, можем обсудить какие-то те или иные варианты моего, допустим, видения каких-то вопросов, но большую часть решения принимают все-таки дизайнеры в этом. Есть действительно технически невозможные вещи, но, как правило, это лишь вопрос времени, может быть, средств, согласований и так далее. То есть те же самые перепланировки капитальных несущих стен. Теоретически это возможно. Вроде необходимо подходить к этому вопросу просто более серьезно, обращаться в проектное бюро, требовать от них какие-то расчеты для того, чтобы это было абсолютно безопасно. Это сложно, это долго, это требует средств, но это возможно. И, в общем-то, находится решение всегда. В основном меняется инструмент. Инструмент становится удобней, и меняются требования. Требования к качеству того, что мы делаем. То есть, будь то, допустим, штукатурка, требования, которые были приемлемы 10-15 лет назад, они сейчас не входят ни в какие рамки и критерии. Требования гораздо выше. Люди хотят получать большее качество. Заказчик видит по сторонам, дизайнеры предлагают более интересные вещи. Тот уровень, который был до сели, он уже просто ни в какие ворота не годится. Для того, чтобы получить хороший результат, приходится больше стараться. Разговор о правильном подходе к ремонту продолжим в следующем выпуске программы детально про дизайн, а также узнаем, кому потоп не страшен, на чем экономить нельзя и можно ли учиться без ошибок. Проект создан при поддержке группы компаний Каза Деора. Создание авторских интерьеров от идеи до декорирования. Пришло время взглянуть на пространство по-новому.